Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я в разводе, сыну 6 лет. Бывшим мужем мы в плохих отношениях. Сына берёт редко раз в 30-40 дней. Как раз после этих встреч с отцом, мой ребёнок не хочет идти ко мне. Говорит, что не хочет жить здесь. Но вопрос тебе, что мама не нужна, он мой торпит, да, не нужна. Я здесь жить не хочу, уважаемые специалисты. Что мне делать, как на это реагировать? Я в отчаянии. Ну, совершенно точно не использовать манипулятивные в данном случае высказывания, по типу того, что используете вы, говоря о том, что тебе что, не нужна мама. Потому что здесь вы апеллируете к чувству вины ребёнка и, соответственно, ребёнок. Само собой, реагирует на это, ну, вот так, как он реагирует. То есть, плохо. Вот. Это первое. Второе. Ваше отчаяние, это только ваше отчаяние. То есть, то, что вы, ну, чувствуете отчаяние, это как бы ваше ощущение и, на мой взгляд, ребёнок здесь, в общем-то, ни при чём. Вы, конечно, можете считать по-другому и, в принципе, я не буду настаивать, но, вообще-то, ваши переживания, они хоть и понятны, ну, в целом. То есть, ваши переживания, они ясны. Но они к ребёнку отношения не имеют. Они имеют, скорее, отношения к тому, больше, как чувствуете себя вы. То есть, они больше имеют отношения к тому, как вы себя воспринимаете. Вполне вероятно, да, что вы не просили до конца развод. И, ну, до сих пор, вот, переживаете его, до сих пор, как-то, в этом смысле, болезненно реагируете на тот же развод, да, и так далее. То есть, вот тот факт, что у вас, ну, не очень хорошее отношение с мужем, да, это вот как раз, вероятно, свидетельствует о том, что и ребёнка вы воспринимаете здесь своего рода как некий такой аргумент. Да, аргумент в споре, в споре с своим мужем. Поэтому, я думаю, что, во-первых, вам нужно здесь поработать с уверенностью в себе, потому что есть ощущение, что вы несколько вот в себе не уверены. И есть ощущение, что, повторюсь, за счёт ребёнка вы пытаетесь, значит, как-то вот, либо самоутвердиться, вот, либо, ну, либо как-то вот спорить со своим мужем, да, то есть вот спорить с ним, как будто бы вы, вы как будто бы пытаетесь это сделать. Вот. И, на мой взгляд, это всё, мягко говоря, ну, не очень хорошо. На мой взгляд, это всё не даёт вам, ну, какого-то вот, ну, какого-то позитива, да, не даёт вам какого-то спокойствия, да, не даёт вам какой-то уверенности в, ну, в себе и... И вы только тревожите. То есть эта тревожность именно связана с таким ощущением, что вы не нужны. И этот вопрос вы пытаетесь решать за счёт ребёнка. Ребёнок, он как бы, ну, не должен решать такие вопросы. Ребёнок не должен решать вопрос, связанный с нужностью или ненужностью родителей. Вот. То есть здесь вы как бы перекладываете ответственность на ребёнка за то, что вот сами чувствуете. Поэтому ваш внутренний конфликт, ваши переживания по поводу... Ну, по поводу своего мужа, да, отношение с ним, они не имеют отношения к вашему ребёнку. Поэтому, поэтому, пожалуйста, вот это, на мой взгляд, необходимо учитывать. Это необходимо... Ну, необходимо... Не игнорировать этот факт. Вот. А сейчас, вот... То, что вы делаете, вы как раз это... Это... Игнорируете, как мне кажется. И, в общем-то, из этого... Хорошего ничего не получается. Не получается. А... Вы можете, в принципе, совершенно спокойно говорить... Ребёнку о том, что... Ну, что вам неприятно, да, что вам... Неприятно это слышать. Вы можете совершенно спокойно доносить до ребёнка, что... Что там... К примеру... Вы расстраиваетесь. Когда... Ну... Слышите, вот... Что-то такое. И это, вероятно, абсолютно нормально. Но также, я думаю, что... Необходимо разговаривать с ребёнком, чтобы понимать... Эээ... Чтобы понимать... Эээ... То... Чего... Чего он хочет. Чтобы понимать... Эээ... Что ему нужно. Чтобы... Понимать... Эээ... В чём он... В чём он нуждается. Эээ... Потому что... Эээ... Эээ... В данном случае... Отец... Если он... Эээ... Ну... Вот... То, что вы хотите сказать, да... Что отец... Там... По сути, как-то... На... Ну... Настраивает ребёнка против вас. Так вот... Эээ... Отец, если это делает, то он... Эээ... Это делает... У него есть... Такая возможность это делать именно по той... Ээээ... По той простой... Да... Ну... По той достаточно простой причине у него есть такая возможность. Эээ... Именно потому что... Он даёт ребёнку то, чего не даёте вы. А... Не даёте вы ему скорее всего... Эээ... Возможности быть услышанным. Вот... Т.е. Вы его не слышите. Вот... Ну и... Нет... Эээ... Какого-то контакта между вами и ребёнком. Очевидно. Эээ... То есть... вы... Ээээ... По-видимому... Удержаться его пытаетесь... Вот... То есть вы... Вы пытаетесь... Эээ... его удерживать, вы пытаетесь его контролировать, но при том, что вы пытаетесь его контролировать, как бы вы же его в какой-то степени подавляете. И из-за этого, когда ему дают какую-то... свободу, да, вот, то ребёнок на это реагирует вот так, что он не хочет здесь жить. Поэтому, я бы просто, я думаю, что, во-первых, нужно рассказать о чувствах ваших ребёнку. Именно о том, что вы сами чувствуете. Ну вот, и как-то спросить его, окей, а чего ты хочешь? Ты-то сам чего хочешь? То есть, ну окей, вот ты говоришь, что не хочешь здесь жить, да, там, допустим. Раз, а чего ты хочешь? То есть, что тебе не нравится, вот. Такая вот история, чем вы более открыты с ребёнком своим, чем более, чем более вы как-то вот, ну, демонстрируете ребёнку, ребёнку, ребёнку себя, да, вот, в этом смысле, тем, соответственно, проще вам будет, чем проще будет вам найти в нём общий язык, в этом смысле. Ну вот, то есть, тут как бы, ну, тут всё довольно, ну, тут всё довольно просто, на мой взгляд. Тут всё довольно понятно, на мой взгляд. Вопрос только в том, да, хотите ли вы реально во всём этом разбираться? То есть, хотите ли вы всё это как-то, ну, понимать, да? Хотите ли вы... Хотите ли вы и можете ли вы услышать своего ребёнка? Вот. Потому что, ну, мне, например, показалось, что нет. Мне показалось, что вот, пока что такой возможности у вас нет. Вот. Мне показалось, что пока что, пока что вы, вам сложно ребёнка слышь, потому что у вас есть вот, ну, свои внутренние конфликты. Вот. То есть, это как бы неплохо, что они у вас есть. Это неплохо, что они у вас есть. Это нормально, что они у вас есть, они у всех. Просто момент здесь заключается в том, именно, как, ну, как вы их решаете. Вот. Свои внутренние конфликты. За счёт кого, за счёт чего. И в чём ваш внутренний конфликт. Просто вот вы пишите, да, я в разводе. То есть, это уже, уже травма, а вопрос в том, проявили ли вы травму развода. Вот. Далее вы пишите, на счёт след. То есть, как бы, ну, вероятно, сын для вас идёт на первом месте сейчас. Вы живёте для сына. С бывшим мужем мы плохих в отношениях. Опять же, какой вы вклад вносите в плохие отношения с мужем? Сыну берёт редко раз в 30 рублей. Ну, когда хочет, тогда и берёт. То есть, как бы, в чём здесь проблема? Каждый раз после этих встреч, зато мой ребёнок не хочет идти ко мне. Тут опять же момент. Почему он должен хотеть и хотеть и хотеть идти к вам? Ну, если ему там нравится больше, почему должен хотеть идти к вам? То есть, это вопрос ваших взаимоотношений с ним? Говорите, говорите, что не хочет жить здесь. Ну, это нормально для ребёнка, ещё для ребёнка. Но вопрос тебе, что мама не нужна? Вот, понимаете, как бы, то есть, здесь есть ощущение, что вы себя позиционируете только как мама. Вот есть такое ощущение, что вы себя позиционируете только как мама. Но вы же не только мать. Вы не только мать, вы человек, вы женщина. Вот. Соответственно, возникает вопрос, да? Как складываются ваши отношения сейчас с мужчиной? И есть ли у вас мужчина? Возникает вопрос о том, как устроена ваша жизнь сейчас. Вот. И устроена ли она вообще? Ну, ваша жизнь я имею в виду. Реализованы ли вы? Ну, реализованы ли вы? Если реализованы, то как реализованы? Насколько вы реализованы? Да? То есть, вот эти все моменты, они важны. Они очень важны, эти все моменты. Понимаете? Если мы этому внимания не уделяем, то у нас, ну, возникают серьезные проблемы. Вот. Если мы не уделяем этому, этому внимание, там, свое время и так далее. Вот. У нас с этим возникают трудности. Это, ну, к сожалению, нормально. Вот. Дальше вы пишете. Уважаемые специалисты, что мне делать? Как мне отреагировать? Я в отчаянии. Простите, вы в отчаянии от чего? То есть, ваш ребенок к вам возвращается. Да, он говорит, что он не хочет идти к вам, но он возвращается. От чего вы, ну, в отчаянии, то есть, что именно, что конкретно, ну, повергает вас в отчаянии? Вот такой момент хотелось бы, ну, хотелось бы прояснить. Опять же, речь идет сейчас, речь идет сейчас не про то, что должно быть по-другому. Совершенно. Речь идет именно о том, что конкретно повергает вас в отчаянии. Давайте постараемся это как-то вот увидеть, постараемся это, ну, поисследовать тоже. Постараемся это заметить. Вот. Я думаю, это вам будет, ну, полезно вам, как вы считаете. Да, ну вот, как вы сами думаете. Вот. Будет вам это полезно. Или нет. Или нет. Вот. Вот. Чтобы, с одной стороны, вы не оставались с этим один на один. Во-первых, для вас это очень, ну, очень тяжело. Очень тяжело оставаться с этим один на один. Вообще. Это, это первое. А второе, это то, чтобы вы могли, ну, с этим что-то сделать. Чтобы, чтобы у вас была возможность с этим что-то сделать. Понимаете, да. Ну, и чтобы ребенок не... А-а-а... Не у него ответственность за то, что с вами происходит. Как-то так. А-а-а. На этом все. Я надеюсь, что... вам это было... полезно и интересно, я желаю вам всего самого доброго, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она, ну, помощь в смысле, пригодится. Наверное, хочется сказать, чтобы вы не затягивали с обращением, вот, наверное, хочется сказать, чтобы вы, а, ну, чтобы вы обратились как можно быстрее за помощью, вот, потому что, если вы будете продолжать в таком духе, то отношения с вашим ребенком будут, скорее всего, ухудшаться. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok